И приятно. Ну что же, вот такое позитивное, согласись, интервью очень позитивное от Федерики Бриньоне. Пожелаем ей успеха и сегодня. Ну а пока у нас небольшая пауза. Продолжаем нашу прямую трансляцию. Ну согласись, друзья, какая красивая панорама, да? Да, это Южный Тироль, Австрия. Вот такая солнечная погода. Правда, вот нижняя часть трассы, видите, в тени находится, но все равно смотрится все это очень красиво. И, конечно же, зрителей на австрийских этапах всегда много. Об этом мы постоянно напоминаем. И сами, видите, в общем, напоминать даже и не надо. Любят австрийцы горные лыжи. Тут это даже, в общем-то, и не обсуждается. Так, стартовый протокол. Стартовый протокол появился. Вы видите, что Басина, Марта Басина будет начинать сегодня соревнования под первым номером. Ну и дальше, как обычно, все. 15. Это сильнейшая группа по рейтингу. Спортсменки разделены на две подгруппы. 7 и 8. Там жеребьевка внутри группы. И вот по жеребьевке спортсмены в гиганте получают стартовые номера. И вот у нас такая немножечко необычная ситуация. 16 спортсменок, а не 15 сегодня в первой группе. Но там потому что одинаковое количество очков имеют Брэм и француженка Фрес Сомбе. Они делят 15 место с одинаковыми очками, но поэтому 16. Ну, сами понимаете, не так уж очень принципиально. Хотя стартовый номер внутри сильнейшей группы – это, конечно, такое престижное тоже достижение. Ну и, конечно же, Микаэла Шефрин. Мы говорим «Бриньоны-Бриньоны», все понятно и справедливо. Но а как же лидер Кубка Мира Микаэла Шефрин? Вот она опять у вас на экранах. Ну, у нас по ней много новостей. Сейчас мы будем и с вами этим делиться. Потому что, ну, еще раз, статистика вот и Федерико Бриньоны. Ну, вот видите, никак наш режиссер не может от... Все камеры почему-то на Бриньоны, хотя Шефрин хоть и провалила последний старт. Да-да, друзья, кто подзабыл, провалила в Куршевеле 17 место. Такого вообще не припомнят специалисты, чтобы с тех пор, как Шефрин стал его играть и занимать призы, брать призы в Кубке Мира, у нее был такой провал. Но вот 10 дней назад это получилось. И, конечно, всех очень интригует, как же сегодня выступит Микаэла Шефрин. Увидим. Ну, и здесь, видите, как красиво получилось. Прямо вот стартовый домик, он освещается солнцем. Очень красиво. Дальше небольшая тень. Ну, а что касается трассы, ну, телезрители со стажем помнят наши трансляции. Еще раз напоминаю, Линс принимает Кубок Мира по нечетным годам. Значит, это был у нас 17-й, был 15-й. Ну, в общем, такая достаточно сложная трасса, хотя, ну, вот если взять градацию какую-то нам с вами проводить по всем этапам Кубка Мира, самой сложной, конечно, ее не назовешь. Вот два участка покруче, старт и финиш. В основном средняя часть достаточно пологая. Вот с этого кадра хорошо, кстати, видно, да, она так без особого наклона. И максимальный уклон 47%, минимальный 18%. Ну, в общем, не такие, не поражающие воображения цифры. Достаточно все стандарты здесь, Линс. Давайте поднаблюдать за первой участницей. Все-таки Марта Басина, которая, наконец-то, после многих попыток выиграла первый этап в карьере. Было это в Килингтоне в американском. Ну, как-то вот, по-моему, без каких-то видимых ошибок. Ну, и видите, время прохождения, минута. Вот, кстати, трасса в Линце этим тоже отличается. То, что она, ну, короче, конечно, стандартных размеров. Это мы тоже знаем. Но не хотят все равно австрийцы менять в этом плане ничего. В общем, такая традиция. Этап проводится давно. Ну, в общем-то, наверное, всех устраивает, да? И спортсменов, и организаторов. Вот здесь красиво и чистенько. Ох, какой был хороший повтор замедленного исполнения Марты Басина. Посмотрим. 1-0-1-88. Первый у нас результат, первый ориентир для всех. Ну, и Венди Холденер, которая тоже после долгих лет выступлений, друзья, долгих лет, первый раз. У вас, кстати, вот надпись даже на экране появилась, что первый раз она, наконец-то, на подиум попала в этой дисциплине, в гигантском слаломе. Ну, и, наверное, психологически... Ой-ой-ой, посмотрите, по сравнению с Басина-то какую ошибку делает Холденер. А я почему хотел сказать, что психологически, конечно, должна быть сейчас на высоте, потому что такая немножечко впечатлительная девушка. Венди, мы об этом обычно рассказываем, как она... Рассказывал я, как она плакала в Санкт-Морице недавно на этапе, когда все проиграло в параллельном, да. Очень нервничает, очень все время переживает. Может быть, это даже мешает ей, мне кажется, мешает. Иногда старание, чрезмерное старание, вот, закрепощает и мешает спортсменкам. Это мы уже видели. Вот Холденер для этого, мне кажется, главный пример в этом плане. И вот эта ошибка, я думаю, будет серьезное отставание. Ну, насколько серьезная секунда... В общем, чувствительно, конечно. И мы видели, почему это произошло. Венди. Вот, вот, видите, здесь такая волна своеобразная. Не трамплин, а волна. И нужно, конечно, ее обрабатывать. Но вот Венди то ли подзабыла, то и увлеклась. Вы видите, ее подкинула, и она просто пролетела мимо траектории. И это, конечно, стоило ей прилично. Ну и Петра Вылхова. В принципе, все спортсменки из сильнейшей группы, напомню, у нас сегодня четвертый уже в сезоне, гигантский слалом. Так вот, если брать первую семерку, почти все уже побывали на пьедестале. Вылхова в том числе... Нет, Вылхова не была на пьедестале. И Ребензбург, да, вот, 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 это уже точно я вам говорю, друзья. Вот Вылхова и Ребензбург еще не были на пьедестале за три гонки. И это, конечно, тоже такой необычный момент, необычная ситуация. Ну вот очередной шанс для очень сильных, конечно, спортсменов. Ну что там говорить, у Ребензбург просто сумасшедшее количество побед. Вылхова чемпионка мира в этой дисциплине. Ну вот, видите, в этом сезоне пока еще не отметились. На призовой тумбочке. Мне кажется, слишком, может, так жестко работает. Ну вот здесь пошла, пошла, да. Вот какой-то рывок, да, на пологом совершила Петра. Проиграла стартовую часть, но рванула вот на пологой. И все равно, ну не знаю. Знаете, друзья, скорее всего, это все-таки сбой. Небольшой сбой по отрезкам, что нам показали. Потому что, ну, не видел я, где так она могла бы сначала секунду выиграть, а потом секунду проиграть. Ну ладно, надеемся, вот финиш на это время, оно правильное. А так, в общем-то, было подозрение, что на отрезке какой-то тут сбой произошел. Сейчас проверим. По Микаэле Шифрин. Так вот, что касается Микаэлы, друзья. Ну, я думаю, что у нас есть достаточно много новостей. И я думаю, после того, как выступит Микаэла, мы расскажем, какие у нее в лагере там ее происходят интересные события. Микаэла, очень важно, она, кстати, не ездила, я просто коротко скажу. Ух ты, ошибаюсь тоже на волне. Она не ездила на Рождество домой. Ну, сами понимаете, в Америку акклиматизация далеко. Они с мамой вместе проводили и Рождество, и тренировки, соответственно, в Италии. В Фольгариде, такой уютный горнолыжный центр, там они, в общем-то, и оставались. Много тренировалось, говорит Микаэла, много они обсуждали с мамой неудачу последнюю. Ну, вот, видим, что пока на фоне бассина смотрится очень прилично Микаэла. Да, полсекунды она выигрывает. А вы знаете, даже визуально, ну, вот, если брать, да, 61, очень приличное преимущество у Микаэлы. Вот даже визуально было видно, если вспоминать последний старт в Куршевеле, да, во-первых, в плане атаки. Атаковала, видите, флаги сбивала, подрезала, в общем, старалась, где-то немножко рисковала, потому что в Куршевеле, ну, близко там никакого риска со стороны Шифрин не было. И еще плюс вот эта ошибка, посмотрите, да, ну, очень похоже, почти под копирку, то, что сделала Венди Холденер. Ну, и, конечно же, еще один фаворит любых соревнований в гиганте – Тесса в Орле. Ну, посмотрите, нет побед у Тессы на этой трассе в Лиенце. Лучший результат – третье место. Немножко тень-то, да, вот из-за леса трасса, ну, понимаете, да, она в лесу, очень высокие тут деревья. Такое очередование постоянно идет, да, света и тени, но это не очень удобно, да. В этом плане не очень удобно, пусть лучше даже тень, но однообразный свет, чтобы, как говорится, не было вот этих бликов. Хорошо работает Тесса, проигрывает, правда, шифри, но вполне все в порядке. Ух ты, а вот здесь уже на финише многовато. Ну, и чувствуется, что трасса жесткая, я говорил вам, друзья, плюс один градус, но в тени, ночью чуть-чуть подмораживало, очень плотно чувствуется. Снег, не лед, но очень-очень плотный снег. Это, в общем-то, для соревнований тоже хорошо. Да, много. Многовато проигрывает Тесса в Орле. Ну вот, улыбка, опять улыбка на лице Микаэлы. Это, по-моему, папа ее был, насколько, ну, вот так промелькнуло быстро. А мы знаем, что, да, действительно, не только мама, а и папа прилетал из Америки специально, чтобы вот вместе они встречали Рождество в Италии. И вся семья шифрин, я вам об этом говорил. Ну и Бриньоне, чем ответит? Она уже знает, хотя, я думаю, что не говорят. Вот перед стартом, в последние минуты, что там вот шифрин здорово прошла, у нее лучший результат, на это ни к чему. Это и не нужно, друзья, потому что, в принципе, Бриньоне должна по себе. Она мастер такого высокого уровня, должна, конечно, сама по себе настраиваться на лучшие результаты. Это не скоростной спуск, где там идет информация постоянная, но там другая система совершенно. Ух ты, молодец. Вышла в зеленую зону по сравнению шифринах, немножко тут лыжки загуляли. А вот это рельеф-то, волны, да, посмотрите, ну, не просто по тактическим соображениям тут надо очень хорошо помнить, потому что постоянно перегибы трассы идут. Все равно проигрывает. Ух ты, интересно. Нижнюю часть, нижнюю часть проиграла. Шифрин даже не смотрела, посмотрите. На выступление Бриньоне просто закрылась так руками и не смотрит. Так, вот здесь смотрим. Кстати, вот эта последняя победа в Куршевеле для Федрики Бриньоне стала 11-й в карьере. Ну, сегодня, видите, она проиграла еще и Бассина. Ну, с Бассина-то они в сотках, да, уже который старт мы постоянно с вами наблюдаем. Это было и в Киллингтоне, это было с Куршевеле. Две итальянки между собой зарубались так, не на шутку. Ну, вот и сейчас опять, опять несколько сотых разница. Но все-таки при отставании от Шифрин. Ну, вот Виктория Ребензбург и то же самое. Ну, интересно даже. Такие люди, да, подряд и делают одну и ту же ошибку. Ну, там сложно действительно место, но при желании, при... Когда заранее планируешь четко, можно было бы там пройти, конечно, и эту волну более успешно. Но вот почему-то и Шифрин, и Ребензбург в одном месте ошибаются. Срывается лыжа. Я вот специально внимательно хотел посмотреть, а почему же такое отставание получается у Ребензбург. И вы знаете, вот на удивление у него нет чистого скольжения. Почему? Ну, не знаю, откуда мы сейчас сразу по горячим следам можем понять. Вот, кстати, эта ошибка, как и у Шифрин, только больше еще. Видите, в отработанный снег, вот, фактически в сугроб, да, туда, куда весь снег с трассы лишний выбрасывают. Она туда и заехала. Это, конечно, секунда. Но, с другой стороны, секунда, а на финиш-то вообще больше двух получилось у Ребензбург. И это, конечно, никуда не годится для немецкой спортсменки. Ну, что есть, то есть. Рикарда Хазер, первая из австрийек. Напомню, что в первой группе, в первой пятнашке три австрийки. Рикарда Хазер у нас в протоколе, Катарина Линсбергер и Ева-Мария Брэм. Ну, вы знаете, опять очередной этап австрийский. И не знаю. Многие говорят, что давление сильное на австрийскую команду, потому что, ну, действительно, по сравнению с другими командами, конечно, шаг небольшой назад сделали австрийцы и женском, и мужской части Кубка мира. Об этом мы будем говорить сегодня. У нас с вами сегодня такой горнолызный день на канале Евроспорт, потому что подряд три трансляции. Вот мы будем, наблюдаем с вами в прямом эфире за соревнованиями с женскими. Потом скоростной спуск Бормио, я думаю, помнят об этом наши телезрители. Ну, и потом опять возвращение в Австрию, естественно, вторая попытка женская. Ну, так вот, по отношению к австрийской команде, вот смотрите, Рикардо Хазер тоже две секунды очень много проигрывает. Такая же тема у нас была и на предыдущих этапах. Ну, конечно, мы опять же сетуем на то, что нет двух сильных австрийек, травмированных, к сожалению. Ну, в первую очередь, Брунер, которая была лидером австрийской команды в прошлом сезоне. Ну, это, наверное, одна из главных причин отсутствия Брунер для австрийцев. Ну, а с другой стороны, вот Хазер, внимательно мы за ней следим, она, конечно, не готова еще к тому, чтобы бороться за призы в гиганте. Ну, и вот, наверное, главное открытие нынешнего сезона – это норвежка Холтман. Ну, что знает открытие? Она, конечно, не новичок, она не дебютант Холтман, она уже известная была спортсменка. Но она как раз не боролась просто за призы вот в этом плане, да, потому что она в элиту уже прорывается. И на данный момент Холтман идет второй в зачете в гиганте, уступая только Бриньоне. Кстати, ведь у норвежцев, в принципе, такая же ситуация у норвежек-то. Там тоже нет лидера, как у Австрии, Мо Винкель. Рагенхель Мо Винкель, которую мы прекрасно знаем, уважаем, и опять травмирована Мо Винкель. И вот без нее норвежки выглядят, в общем-то, в лице Холтман, конечно, в первую очередь. Выглядят очень прилично. Похоже, и Холтман не сможет, да, приблизиться. Вот, смотрите, шифрин-то, пауза в соревнованиях пошла на пользу все-таки. Две секунды, чуть менее двух секунд проигрывает Холтман. Многовато. Ну, в общем-то, такой, конечно, вот этот вираж, который нам обычно в повторе показывают, там практически у всех получается очень прилично, но не самое трудное место, поэтому чистенько так, в общем-то, и Бриньоны, мы видели, там прошла. Но, посмотрите, к шифрин пока никто не приближается. Короли Фрас Сомбея с французской команды. Уже говорил о том, что вот она последней, пятнадцатой, попала по рейтингу в сильнейшую группу вместе с Евой Марией Брэм. Ну, вот сейчас они в таком между собой решат, кто будет уже и на следующем этапе в первой группе, а кто-то нет. Ну, сами понимаете, да, потому что сегодня они обе с одинаковыми очками. По окончании соревнований, конечно, ситуация изменится в ту или другую сторону. Ну, в принципе, не хуже многих, да, из сильнейшей группы Фрас Сомбе. Ну, вот, вы знаете, как-то вот на входе она частенько пылит. Не знаю, это, конечно, не дрифт, но какие-то неуверенные вход в вираж зачастую получаются. У Фрас Сомбе такое впечатление, что она немножко сомневается в том, по темпу, да. Вот, думает, иду ли я настолько быстро, что, может быть, надо... Вот-вот, один из моментов, видите, какой-то все время такой неуверенный вход в вираж. А вот и вот выкатывает из виража. В принципе, неплохо, неплохо. Фрас Сомбе. Ну, обыграла, видите, и Холдман, Хазер. Для нее это неплохо. Катарина что-то шепчет про себя, видите, перед стартом. Катарина Линсбергер. Я думаю, вы ее узнаете. Ну, видите, у Линсбергер пока лишь восьмое место. Лучший результат в карьере. Есть шанс на своем домашнем этапе изменить. Не такое уж это престижное, да, всего лишь восьмое место. Но, друзья, давайте говорить, что в этой компании же она одна из самых молодых. Просто еще и времени-то особого не было, да, отличиться у Линсбергер. Тем более она пропустила первый этап сезона. По глупой причине мы об этом рассказывали. Не успела контракт. Не успела с фирмой Россиоль, на которой она выступает, договориться по поводу контракта. И вот федерация сказала, приведи-ка свои контракты в порядок. И из-за этого даже на первый старт ее не поставили. Ну, надо... А вообще девушка талантливая, конечно. Еще у нее такая импульсивная манера. Вы знаете, если вот с кем-то сравнивать, даже не из женских гурных лыж, я бы с Феллером ее сравнил. Тоже австриец. Талантливый, но пока нестабильный. Линсбергер седьмой результат показывает. Ну, вот, если бы так закончилось, был бы лучший результат в карьере. Но, сами понимаете, что первая попытка в гиганте – это так пролог. Так, конечно же, все решается в попытке второй. Ну, а тут в смартфоне полностью, да, Микаэла Шефрин погрузилась. А может быть, она как раз по телефону наблюдает, да, за соревнованиями. Потому что с финиша-то всю трассу, естественно, не видно. Там короткий кусочек тоже. Ну, и еще одна норвежка. Стерни Сут. А у нее, видите, первый старт здесь в Лиенце. Ну, тоже девушка достаточно молодая, 23 года. И вот, в общем-то, дебют для нее. Ну, вы знаете, вот мы говорим, когда опыт важен, важно то, что желательно несколько раз стартовать по одной трассе, чтобы все хорошо попробовать, узнать. Ну, вы знаете, это, конечно, справедливая мысль, но она, в первую очередь, конечно, касается скоростного спуска. И супергиганта, наверное, тоже. Ну, в гиганте, не знаю, насколько это принципиально. Для Винсберга то, что впервые она здесь стартует. Тем более, конечно, склон, хорошо бы знать, да, вот эти все изгибы, вот эти волны, бугры, траверсы. Все бы это хорошо. Но, с другой стороны, друзья, тут же чем отличается от скоростного спуска? Там даже расстановка ворот из года в год почти не меняется. А здесь-то абсолютно разная. Трассу ставят разные постановщики на разных этапах, поэтому здесь совсем другой подход. Кстати, вот я не знаю, я не озвучил, но для тех, кто интересуется, постановщик первой попытки, тренер канадской команды Мануэль Гампер. И на трассе 45 ворот. Ну, в этом плане тоже достаточно стандартные цифры, 45 ворот. Ну, вот позагорает сейчас Микаэла. У нее все в порядке по сравнению с предыдущим этапом. Она лидирует в соревнованиях, поэтому настроение, конечно, у нее хорошее. Метахроват. Ну, здесь написано, последний подиум был в 2018 году. Надпись на экране, друзья. Ну, это был последний, единственный, в принципе. Он единственным так и остается подиумом у спортсменки из Словении. Ну, и опять же, причина, я думаю, известна. Она тоже очень молодая. Вот, кстати, она еще и моложе, и Ливсбергер, и Стир несут. Ей всего-то 21 год. Просто нам так кажется, что она достаточно опытная. Мы частенько ее видим на соревнованиях, друзья. Так, а потому что она 17 лет уже пришла в Кубок Мира. Поэтому 4 года мы уже привыкли. Но возраст-то по-прежнему совсем молоденькая. Еще в прошлом году по юниорам могла соревноваться. Метахроват. В десятке, но с числительным отставанием. Мы видим Кроват. Ну, вот она как раз в эту часть таблички, где Хольтман и Хазер. Чуть-чуть позади. На 30 соток позади Венди Холдена. Ну, и вот этот момент нас уже не удивляет. Почему, интересно, информация, что ли, не было по трассе Хроват еще в два раза сильнее ошиблась на том же месте, что и Шифрин? Ну, могли бы подсказать тренеры, обратить особое внимание на это место. Ила Мария Брэм. Вы видите, у нее лучший результат на этом этапе. Четвертое место. И это было достаточно давненько уже, да? В 2015 году. Тогда Анна Файт победила. Помним, конечно, этот сезон, когда Анна Файт была, ну, в 14-15-х годах, когда Анна Файт была лучшей в мире, одной из лучших в мире. Потом стала еще, до этого стала олимпийской чемпионкой в Сочи. Потом вот и здесь выигрывала, на других этапах. Правда, сейчас Анна Файт, она, кстати, в протоколе, друзья, для любителей, для поклонников Анны Файт. Я добавляю, она будет стартовать. 24-й у нее, ну, эти рейтинга сейчас нет, и результаты пока слабенькие. Анны Файт восстанавливается, к сожалению, после очередной травмы. Ну, и в такой ситуации, конечно же, австрийцам очень бы хотелось, чтобы вот именно Ева Мария Брэм, как самая опытная в австрийской команде, как обладательца Кубка мира 2015 года в этой дисциплине, она, ну, в общем, это абсолютно справедливо. Ну, вот видите, и Анна тоже не дотягивает до лидеров, причем не дотягивает достаточно серьезно. Две секунды от Шифрин и секунда с лишним от Бриньоны. Ну, и завершает. Нет, 15-й номер, конечно, я говорил, что сегодня у нас 16 спортсменов в первой группе, и вот 15-я как раз Робинсон, а потом будет Хэктор. Ну, на Робинсон, да что ж такое, ну, там одной дугой, ну, несложное место. Почему она сбивается? И здесь тоже по дальней достаточно дуге. Ну, как интересно, да, выиграть первый же старт сезона, достаточно уверенно выиграть, и потом вот так вот пошли, пошли у Робинсон различные приключения. Упала она в Киллингтоне, сошла с трассы. Ну, мощная, конечно, рисковая девушка, этого не отнимешь. И Робинсон самая молодая в составе, 18 лет, я напоминаю. Что-то... Ну, такое желание атаковать, согласитесь, что это просто ей мешает. Ну, вся техника почти развалилась. Посмотрите, как ее разбрасывало. Вот, вот, смотрите, здесь, да, непонятно, что она там хотела сделать на внутренней. Вот вторая ошибка, когда она улетает на том же месте, что и Шифрина. Еще две ошибки потом. Вот, походу, мы видели. Ну, как минимум четыре грубых ошибки. Ну, разве можно в такой... Вот, вот, еще одна. Хорошо режиссер все подмечает. Ну, с таким количеством ошибок разве можно за призы соревноваться? Что-то... Ну, не знаю, здесь, мне кажется, психология, в первую очередь. Очень хочет она всем показать, Элис, Робинсон, что вот эта победа в начале сезона не была случайной. И это как бы справедливо, понять можно. Но тут, видите, эмоции явно перевешивают. У Робинсона она не может просто связать технику свою в единое целое. Пять ошибок мы с вами начитали. Но разве это годится? Сара Хектор. Вот она уж точно под 16 номером завершает у нас сильнейшую группу. Лучшая на данный момент спортсменка Швеции. Безусловно, в гиганте. Но тоже, в общем-то, в тени. В тени лидеров сезона Сара Хектор. Нам надо, конечно, помнить, что Микаэла Шифрин достаточно большой разрыв сделала от преследующих ее спортсменок. Поэтому... Ну, 1,81. Это опять не результат Хектор. Если 2 года назад мы говорили, что она восстанавливалась после травмы, и там, в общем-то, были, конечно, причины такие понятные, то теперь вот непонятно, почему Хектор не может на победный уровень выйти. Ну что же, первая группа отстартовала. Мы сделаем небольшую паузу. Возвращаемся в Лиенс. Друзья, вот такова ситуация у нас. Я напоминаю, первая попытка гигантского слалома у женщин у нас идет. И такое комфортное преимущество Микаэлы Шифрин. И преследуют ее две итальянки Басино и Бриньоны. У нас отстартовала первая сильнейшая группа по рейтингу. Ну и дальше пойдут открывать следующую группу. Будет у нас Мишель Гизин и Софья Годжа. Кстати, две спортсменки, которые по рейтингу-то подальше находятся. Но, опять же, вот это то самое правило. 500 очков, набранных в прошлом сезоне, дает им возможность стартовать сразу после первой группы. Ну что, Мишель Гизин, о которой мы частенько говорили в прошлые сезоны, что у нее гигант, достаточно слабая дисциплина. Но, вот, в общем-то, уже судя по началу нынешнего сезона, убедились, что она очень здорово прибавила. Ну, друзья, ни много ни мало. Четвертое место у Мишель было на этапе в Киллингтоне. Чуть-чуть не хватило до пьедестала. Это, конечно, совсем другая ситуация. Ну, здесь, смотрите, вот второй отрезок, он находится на промежутке вот 37-38 секунд, да? Ну, можно сказать, чуть больше половины трассы, и уже там секунда отставания, видите? Постоянно срывается лыжа в концовке виража, видите? Вот, когда мы разбирали выступление француженки короли Фрассомбе, то там была другая ситуация, да? Я подметил, что начало виража, а здесь наоборот, она подрезает, друзья. Ну, это вообще технически по траектории, конечно, неправильно. Она подрезает, пытается спрямить, потом выкручивается, и лыжа поперек концовки виража. Ну, это достаточно такая глупая ошибка, серьезная, но не для ее уровня, это не для Кубка мира. Я не знаю, почему так дизельно прошла сейчас эту прассу. Абсолютно нелогично, да? Ну, и Софья Годжа. Софья Годжа, которая тоже пытается подтянуть гигант некогда. Ее любимый гигант, как она в интервью говорила, и действительно это было так. У нее были прекрасные выступления, но вот последние годы Софья в первую очередь занималась скоростными дисциплинами, как вы знаете, очень успешно, стала олимпийской чемпионкой. Но теперь решила, что и надо вернуться к забытым ощущениям. Пытается она и в гиганте теперь показать что-то серьезное. Ну, пока было 11-е. Пока 11-е место это, ну, вот сегодня трудновато, да? Как-то тяжеловато она прошла. Большое отставание. Годжи. Ну, вот здесь, ну, казалось бы, не самый трудный вираж. И тоже, видите, проскальзывание. И вот такое позднее начало с внутренней ноги и следующего виража. Ну, понятно, что ни к чему хорошему такие вещи не приводят. Катарина Труппе. Ну, может быть, Катарина, благодаря своей вот смелости, настойчивости, атаке, именно такие вот качества у Труппы есть, тоже с техникой в гиганте частенько проблемки. Но, может быть, она хоть получше, а? Потому что пока Линдсбергер, седьмая у Австрии, все-таки домашний этап. За них болеют, переживают. Ну, и у многих, конечно, как это принято. У многих там родные, родственники, на финише. Ну, вы знаете, вот это вот присутствие большого количества родственников, поклонников, знакомых, это, знаете, мне кажется, по-разному влияет. Кому-то, может быть, это их на пользу, а так я как-то не уверен, что в психологическом плане это помогает. Зачастую, мне кажется, даже мешает. Волнение лишнее. Иногда хочется прыгнуть выше головы, а гигант не любит таких вещей. Ну, вот посмотрите, да, тоже больше двух секунд проигрывает Труппы. Гигант не любит. Гигант любит очень четкую работу, размашистую. Ну, конечно, как же президента федерации, да? Президент федерации лыжной австрийской, господин Шрекснадель, естественно, на всех австрийских этапах присутствует. Ну, логично, согласитесь, да? Ведь этапы так, в принципе-то, под эгидой федерации проходят и не пропускает. Молодец. Ну, что Лара Гудска, у которой в копилке здесь ни много ни мало победа, друзья. Победа. Ну, вот, наверное, по аналогии с Годжей, да, даже еще сильнее, чем Годжа была в гиганте. И Лара Гудска побеждала, и все, но остается пока только воспоминания. Прошлый сезон был абсолютно неудачный. В этом сезоне и трудно сказать, что у нас только мешает. Вроде бы забыты все травмы, забыты все болячки у швейцарки, но результатов высокого уровня как не было, так и нет. Да, ну, это, конечно, не то, что хотела бы Лара Гудска. 18-й результат и с достаточно большим отставанием. Ну, вот здесь, давай, пошли. Да нет, чистого скольжения нет. Вот как мы повторы показывают, так почти ни одного чистого виража. Все как-то вроде бы и мощно, да, вроде бы и с вертикальной работой, все, но не то, не то, что могла бы делать Лара Гуд. Кристин Ли сдал. Ну, сегодня у норвежек пока не складывается, да, особо, как мы видим. Хольтман на 11-й позиции. Герни Сунд вообще последняя. Ну, вот еще одна норвежка Кристин Лиздал. Трасса абсолютно чистая, мы видим. Ну, маленькие там следы остаются. Хорошая ситуация, кстати, для последних номеров. Я не думаю, что трасса будет сильно разбита. А, кстати, 63 спортсменки у нас в стартом протоколе. Я напомню, всего, как обычно, 30-ка будет на второй попытке только участвовать. Ну, и для российских болельщиков скажу, что Екатерина Ткаченко все та же, вот одна и та же спортсменка у нас с начала сезона выступает. Ну, вы знаете, причина понятна. Нет квоты у россиянок, только одну спортсменку можно заявлять. Ну, и, судя по всему, Ткаченко действительно сильнейшая сейчас в России, поэтому видели ее практически на всех этапах. И в слалом их гиганте. Но, к сожалению, вот до сих пор ни одного результата. Я имею в виду, попадание в тридцатку хотя бы пока еще не было. Ткаченко. А надо, надо очень. Ну, конечно, условно, там, 28-ое, там, какое-то место, это не результат особо-то. Но, с другой стороны, это очень важно в плане квоты. Ну, что такое одна спортсменка? Это всегда трудно и в психологическом плане. Для того, чтобы хотя бы две заявлять, надо набирать очки Кубка мира. В этом плане все точно и достаточно жестко. Тина Робник из славянской команды. Ну, что, неплохо по отрезкам-то она. По отрезкам она в десятке идет. Тина Робник. Ну, а финиш? И финиш в десятке. Ну, вот, пожалуйста, пример того, что можно. Уже третий десяток у нас по шоу спортсменов. И вот видите, Тина Робник очень неплохо в десятку попадает. Сильнейших. Шестая сверху, потом седьмая, восьмая, девятая. Вот такая последовательность, если брать по отрезкам сегодняшней трассы. 22-й номер у нас Тина Робник уже на финише. А это значит, что, ну, наверное, просто мы сделаем небольшую совсем паузу. И, конечно, вернемся еще в Лиенс. Возвращаемся в Лиенс. Продолжается у нас первая попытка гигантского слалома. Кстати, друзья, для тех, кто, может быть, не очень хорошо знаком с географией, по крайней мере, Австрии, друзья, не путайтесь с Линдсом. Потому что очень похожие названия. Линдс – это второй по величине австрийский город. Он находится на севере, да, в Нижней Австрии, как мы знаем, земля Нижней Австрии. И не так далеко от Вины. А Лиенс, с буквой «Е», находится совсем на юге, в провинции Южный Тироль. И это совсем вот рядышком с итальянской границей. Небольшой, уютный очень городок Лиенс. Большая история. Кстати, вот эта трасса, по которой сейчас соревнуются спортсменки, называется Шлоссберг. И, в принципе, это можно перевести как горный замок. И самое интересное, не знаю, вот почему нам не показывают, так неподалеку, очень красивый замок, по-моему, 16 века даже. Вот находится здесь. Он так неплохо сохранился. И вот по имени этого замка названа трасса, на которой сегодня проходят соревнования. Но и очередная норвежка, посмотрите, тоже не справляется. Казалось бы, вот все параметры, да, о чем мы сегодня говорим. Вроде бы не очень длинная трасса, я бы даже сказал, короткая трасса. Ну, может быть, рельеф, погода отличная. Все вроде способствует. Это посмотрите, какая разница в мастерстве, да. Вот у нас оторвались три спортсменки. Шифрин, Басина и Бриньоны. И идущая на четвертой позиции в Орле уже чуть не полторы секунды. Достаточно большая, конечно, разница, да. Ну, может быть, Анна Файт. Вот она, Анна Файт. Спортсменка, которая недаром имеет столько поклонников, столько болельщиков преданных. Конечно, были у нее прекрасные времена. Но травмы тоже такая история. Дважды пропускала почти по сезону Анна Файт из-за тяжелых травм. Но, как говорится, техника и мастерство, и все это должно было бы остаться. Может быть, конечно, физические кондиции не те у Анны Файт, что это было в лучшее время. Ну, и возраст тоже надо, наверное, тоже брать во внимание. 30 лет, Анне. 30 лет для женских горных лыж – это уже такой возраст чувствительный. Мужчин в 30 лет у многих просто расцвет. Женские горные лыжи, мы об этом часто говорим, что заметно моложе. Ну, потому что еще и начинают девушки. Многие в 17 лет, в 18 лет уже борются. И поэтому к 30 годам тут и усталость, и все, что угодно. Но еще и семейные вопросы, друзья, не забывайте. Все-таки многие девушки очень хотят еще и вовремя стать матерями. В этом тоже серьезный вопрос. Неудачно, можем сказать. 20 место у Анны Файт. Ну, двигается, потому что вообще на первых стартах-то еще хуже было. Мы видели Анну Файт, но вообще практически не готова была. Это было просто видно. Может быть, раскатится к январю-то месяцу. Почему бы нет? Швейцарка Андрея Элленбергер. Элленбергер. Да нет, достаточно пассивно. Посмотрите, еще надо обращать вот на таких рельефных трассах. Это, конечно, очень-очень серьезная вертикальная работа должна быть. Я имею в виду работа ног, таза всего. Да, она закрепощенно стоит очень. В такой закрепощенной позиции невозможно чисто впускать, разгружать лыжи. Ну, моментами, конечно, что-то получается. Но пока еще вопросов много тоже по технике. Элленбергер. Марлин Шмотц. Команда Германии, естественно. Ну, тут по Шмотц у нас, конечно, вопрос, хотя спортсменка уже с опытом, что она... Вот то, что лидер немецкой команды Ребенсбург, друзья, сейчас на 17-й позиции, представляете, это, конечно, ну, непорядок уж точно, да? Своей, казалось бы, лучшей дисциплине Ребенсбург. Я уже говорил о том, что она и на предыдущих этапах до пьедестала не добиралась, а сегодня уж совсем у Виктории слабый результат на первой попытке. Вот здесь видно красивого плана, вот это с нижней камерой мы успеваем замечать, да? Городок небольшой, Лиенс, конечно, совсем, но вот, видите, в такой уютной долине находится, и трасса фактически в город, да, спускается. Я думаю, все-таки как-нибудь режиссер нам покажет красивую панораму, вот, с другой камерой, только не с финишной, которая находится вот там, чуть повыше, на спаде, на финишном спаде. Клара Дирес из команды, французской команды, естественно. Ну, Тесса в Орле хоть и проиграла многовато, но по позиции прекрасно по-прежнему. Ну, Тесса, четвертая, и даже ее, мне кажется, хоть результату ничего так особо не... Ну, посмотрите, какой результат, да, со старта. Ну, правда, 17 секунд, более-менее коротенький первый отрезок, но она проиграла только шифрин. Молодец. Ух ты, четвертый. Смотрите, может быть, у нас, наконец-то, будет прорыв. Очень мощно идет француженка. Седьмое место на третьем отрезке. Вот, смотрите, вторая, четвертая, сейчас седьмая, но еще по-прежнему шансу в десятку попасть. Да, видите, восьмой результат француженка. И вы знаете, вот этот прорыв очень мне напоминает мужские вчерашние соревнования. Я думаю, многие из вас смотрели. Вчера был великолепный старт в исполнении мужчин, скоростной спуск Бормео. Выиграл Доминик Парис. И особо мы французскую команду отмечали. Там трое ребят в восьмерку приехали, причем не лидеров команды. И вот, согласитесь, очень похожая ситуация. Фрассом Б и Дирес, кроме Ворли, тоже сейчас в восьмерке сильнейших. Очень похожая ситуация. Кстати, друзья, если уж мы вспоминаем про мужские соревнования, совсем скоро, совсем скоро, вот мы еще несколько участниц посмотрим, мы будем переключаться на Бормео. Там сегодня второй скоростной спуск. Ну, сегодняшний-то как раз по программе. Это вчерашний был перенесен из Вальгардена, а сегодня четко по программе. И сразу хочу вас обрадовать, что в Бормео тоже прекрасная солнечная погода. И соревнования будут совсем скоро, так что не уходите далеко. Канадская спортсменка у нас следующая. Мария-Мишель Каньон, тоже 30-летняя, как и Анна Файт. Опытная. Поставил, кстати, трассу ее тренер. Ну, вот видите, мы частенько с вами говорим, и, наверное, это справедливо, что если даже и твой тренер поставил эту трассу, то это еще не гарантирует тебе абсолютно какой-то высокий результат. Вот Каньон мы видим. Я думаю, что точно не будет ее в 30-ке, потому что она уже 28-ая с огромным отставанием. И, конечно, найдутся еще парочку смелых девушек, кто ее обойдет. Это как-то, в общем, я думаю, что это наверняка. Еще одна шведка французского происхождения, как мы иногда говорим. Эстель Альфам. Хотя, безусловно, со шведскими корнями. Я уже говорил, что папа великий горнолыжник, обладатель Кубка Мира, а мама тоже занималась, но шведка. Так что Эстель тоже, наверное, наполовину. Да, я не знаю, как в таких случаях считается. Наполовину шведка или наполовину француженка. Молодец, молодец. Вверх выиграла. Я специально не стал обращать на это внимание, потому что Эстель-то, она как-то... Спортсменка потенциально-то очень сильная. Но все время что-то ей мешает показывать высокие результаты. Может быть, сегодня, но нет. Смотрите, вот в чем разница. Француженки настоящие, коренные, да, использовали. А вот хорошие верхние отрезки для того, чтобы в десятку попасть. А вот Эстель-то не смогла. Она как раз на финише проиграла все. Но все равно хотя бы 12-е место. У нее давно таких даже 12-го-то не было места. И, может быть, еще прибавит во второй попытке. Наконец-то покажет какой-нибудь результат. А, кстати, нет. Вот она была 12-й на этапе в Киллингтоне. Ну, по сумме двух попыток. Да. Вот это единственный результат у нее. Как раз тоже 12-й. А, посмотрите вот этот жест, друзья. Я вот обращал внимание. Ну, вот первое... Эстель на финише точно показала, что очень плохо видно. А вот почему. Посмотрите. Яркое солнце и тень серьезная от деревьев. И постоянная вот такая перемена, да. То ярко освещенный снег слепит, то, наоборот, тени. И это мешает. И вот сейчас Эстель Альфан прям показала. Этот жест очень понятный, что, говорит, плохо ориентироваться. Только глаза чуть-чуть к свету и сразу в тени и обратно. И вот это чередование света и тени, оно действительно мешает. Действительно это так. Сам знаю. Пробовал. Ну, итальянок. Парочка в составе Бассины и Бриньоне в лидерах. А вот самая опытная, возрастная в команде Ирина Крутони. Ну, смотрите. Совсем. Совсем что-то у нее упали результаты. Я не хочу в данном случае опять сетовать на возраст. Но, может быть, действительно и в этом причина. Алик Стилле. Представляющая Великобританию. Ну, уроженка Шотландии. Мы это знаем. Алик Стилле. Ну, а что касается еще спортсменок. Я напоминаю, друзья, 63 спортсменки в стартовом протоколе. И вы знаете, что интересно? Вот еще одна спортсменка из Новой Зеландии. Вот, не знаю, появилась-то у нас. Мы все время обращаем внимание, что Робинсон единственном числе. Зато какая. А может быть, вот уже и вторая появляется. Пьера Хадсон. Будет стартовать под 38-м номером. Я уже говорил, что тут хорватка Попович появилась. Давненько мы ее не видели. Даже не знаю, что там за судьба была у девушки. Мы ее два года назад совсем молоденьком возрасте как бы узнали. А потом она пропадала совершенно. Наверное, была травмирована. Я вот просто делюсь с вами еще своими впечатлениями. Я уже сказал, что Ткаченко будет стартовать 51-й. Трудная у нее задача, судя по сегодняшней ситуации, попасть в 30-ку опять бы надо бы. Потом кто у нас тут еще? Финка Хонканин. Вроде бы очень перспективная девушка. Ну и сейчас, правда, у нас рекламная пауза. Но мы еще разок в Лиенс вернемся. Возвращаемся в Лиенс, уважаемые телезрители. И, наверное, уже с вами будем подводить итоги. У нас сегодня гигантский слалом Кубка мира в исполнении женщин. Вы видите лидеров. Только что у нас на экране была Микаэла Шифрин, Марта Бассина и вот еще Федерико Бриньоне. Это как раз тройка лидеров и результаты вы видите сейчас на экранах. Ну что же, первая попытка. Это еще только половина соревнований, понимаете, друзья. И посмотрим обязательно. Вторая попытка будет у нас тоже, само собой, в прямом эфире. И посмотрим, чем же завершится у нас. Ну, до второй-то попытки еще далеко женская. А вот прямо сейчас, друзья, у нас будет очень интересное шоу, потому что появилась картинка из Бормео. Из Бормео, друзья, там сегодня скоростной спуск. Вы видите, какая прекрасная тоже стоит Бормео погода. И вот эти кадры, которые были сняты во время просмотра сегодняшнего скоростного спуска. Очень важная часть, кстати, соревнований. Просмотр, запоминание, трассы. И интересные очень тут моменты. Ну что, на этом мы завершаем первую сегодняшнюю трансляцию. Трансляцию женских соревнований. И будем потихонечку переходить к соревнованиям мужским в Бормео. Ну и вот красивые кадры, которые уже были сегодня на трассе гигантского славома. С вами сегодня работает режиссер Григорий Тульчинский, ваш комментатор Владимир Андреев. Ну и вы, я думаю, видите по нашей сегодняшней плотной программе, что мы с вами, конечно же, не прощаемся. Субтитры сделал DimaTorzok